Освоить рабочую профессию и попасть на кондитерскую фабрику могут школьники. В летний период для них действуют программы по временному трудоустройству. Работы несложные и не требуют специальных навыков. Чаще всего нужны подсобные рабочие. Рабочие по благоустройству населенных пунктов, уборщики, конфетчики, садоводы. Мария Полякова работает уже третье лето подряд. Все равно дома делать нечего и здесь огород и все. Можно смородины поесть, яблоко. Здесь в общем хорошо. Здесь даже приходишь первый раз, работаешь, вроде не хочется, а потом втягиваешься. Такая практика в нашей стране существует уже около 30 лет. Трудоустроиться могут подростки в летнее и в неучебное время. В этом году помочь с подработкой получилось почти трем тысячам подростков. Стоит отметить, что они неполноценные работники. Для несовершеннолетних действуют особые условия труда. В возрасте от 14 до 15 лет работают 4 часа, от 15 до 16 работают 5 часов, от 16 до 18 не более 7 часов могут работать. Служба занятости оказывает материальную поддержку и средства областного бюджета подростку, который направлен на предприятие по направлению центра занятости в размере 2100 рублей. Мы этому подростку перечисляем на его расчетный счет при предоставлении работодателям табели учета рабочего времени и акта выполненных работ. По трудовому кодексу оплата труда не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому часто подростков трудоустраивают на 0,5 или 0,25 ставки. При этом они получают зарплату от 3,5 тысяч рублей до 15 тысяч, плюс надбавка центра занятости. Один из самых многочисленных рабочих отрядов действует на базе детского эколого-биологического центра. Здесь за лето трудоустраивают 32 подростка. Они у нас приходят каждое утро на 2 часа в день и делают много всяких интересных работ. Девочки в основном занимаются прополкой, подвязыванием овощей. Мальчики у нас работают на копке ям, оформляют дорожечки для парк «Доступная природа», работают в теплицах, помогают животным, чистят клетки, ухаживают за животными. В будущем году на базе центра хотят запустить новый проект. Он носит пилотное название «2020». В рамках него ребята смогут не просто выполнять простые работы, но и получить рабочую профессию. Ведь многие подростки попадают сюда по рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних. Мы познакомим ребят как с работой на станках с ЧПУ. Мы познакомим ребят с умными теплицами, с роботами в теплице, с выращиванием растений на гидропонике и аэропонике. Потом ребята будут целый год к нам ходить на кружки, бесплатно совершенно, и мы будем с ними еще проходить всякие интересные профориентационные квесты, игры, мероприятия, тестирования. По окончании курса они также смогут трудоустроиться в центр, однако не в качестве разнорабочего, а как квалифицированный специалист. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...